сегодня собираем чемоданы кстати таня успела забыть свой пароль от чемодана нового она его закрыла и не посмотрела какие там были циферки и все и он заблокировался купила новый чемодан открыть не может и мы около часа пытались его открыть смотрели видео на ютюбе как открывать чемоданы как подбирать пароли и как оказывается на дорогие чемоданы вообще нет способа взлома то есть можно какие-то китайские взломать этот чемодан вообще не взламывается я чисто случайно начал подбирать комбинации типа перебора цифр и и открыл его все-таки пока таня убирается собирает вещи я приготовлю обедик еще у меня есть пиво которое то не купила себе но сказала пей сам и как вы видите на мне висит кирпич потому что то не мне сказала пока ты носишь этот камень у нас с тобой будет все хорошо как только ты его снимешь все будет плохо ну ладно поношу кирпич на шее я ненавижу чистить картошку терпеть не могу но у тани есть вот такая удобная чистилка кстати видите что у меня с лицом это я надавил прыщи себе стоял только перед зеркалом и и давил себе все лица какой-то блять ну у меня какая-то в голове есть такой сдвиг если я вижу зеркало подхожу к нему я начинаю давить все лицо себе без разницы есть там что-то нету там чего-то вот просто беру и давлю себе каждую упору ну я немножко такой шизик ну я не знаю зачем я вам это снимаем потому что я блогер кстати его такие кадры от первого лица я делаю как беру просто камеру свои зубы и меня в это время текут слюни на камеру и камера заплывает камера уже полностью мокрая нужно одевать в аквабокс когда я делаю такие кадры то не там во всю музыку слушает и убирается сейчас посмотрим что она делает то я сказала чтобы я брал вот этот чемодан и складывал свои вещи в него танец чемодан вот смотрите какие там замки сейчас покажу видите какие тут замки вот вот так вот там не подковырнешь ничем не ножиком не иголкой там невозможно ничего вставить чтобы почувствовать и где где этот пинт сам таня как твои дела собираешь вещи они пытаются убрать у себя в комнате уже где-то недели две то не обновление в ее куколках ну это ты покажешь в своих видео таня таня просто собирала барби с детства смотрите сколько у него здесь моя любимая вот это потому что она секси нет вот это офигенная офигенная кукла и маленькая есть барби а это сильно стильная вот это переходе саша ну пожалуйста но не надо ломать я делаю ей зарядку туфельки туфелька покажи в своем видео кукол да а вот теперь вот такие делают барби с натуральными формами а это монстр хай красивая вот это а вот это не очень ну я пошел дальше готовить то не тут армагеддон дома происходит я только что поел все подряд что было холодильнике и наелся поэтому картошечку жарю для тари с кирпичом на шее поубирать только вот эти штучки специально для таня то не подписана в инстаграме на чувака одного который делает вот так я ем все со сметаны очень много сметана спасибо вкусно пойдет да как вы видите тюльпана нет но мне так нравится эта форма кепки вот у меня еще остались несколько кепок и мне пришла идея просто сделать свою кепку со своим личным логотипом кстати их у нас уже не продают и украину такие же кепки уже не привозят привозят только с прямыми козырьками и без вот такой вот сеточки и посмотрите что я сделал я просто сделал этот логотип я хочу вам показать как я вот этой вот черной кепки одида сделаю свою личную кепку и больше не буду их рекламировать и буду ходить своей личной кепки от шапика я кстати нахожусь в мастерской кто не знал я где-то ну с девяти наверное лет с десяти лет я умею шить вышивать я умею шить на машинке я могу пошить штаны я могу пошить что угодно я могу свитер связать я раньше очень много чего делал своими руками сейчас нам нужно добиться вот такого же результата только черной кепкой потому что я хочу носить черную кепку попробуем ацетоном я подготовился чем я вообще занимаюсь с чужого бренда сделать свой кто-то мне написал таня в соседней комнате садит косточку авокадо как вы успели заметить это довольно трудоемкий длительный процесс даже с ацетоном чтобы растворился этот логотип нужно время он понемногу стирается исчезает у меня уже такой дурман еле уже разговаривают дети которые выросли на улице они нюхают клей момент в пакетах и потом галюны такие вот такое же чувство и у меня со второй кепкой у меня ситуация получше потому что здесь можно сдереть его просто как вы понимаете мой канал является неким показательным протестом как может вообще человек без образования с улицы грубо говоря села кем-то стать зарабатывать деньги мне нравится то что я как бы разрушая все стереотипы которые есть у старого поколения что для того чтобы зарабатывать много денег и быть счастливым быть счастливым то нужно много учиться много работать может быть когда-то потом ты станешь богат а мой канал это как бы все разрушает вот эту всю стереотипность сфера образования в нашей стране и странах снг это просто грубо говоря на еб найди себе работа зачем я же безработный и мне неплохо живется я ни в чем себе не отказываю и живу вполне счастлива и свободно и горжусь тем что я не закончил школу что бросил школу и что у меня нет образования я всего лишь хочу вот эту надпись написать у себя на кепке я напишу ее кстати корректорами нахуй работу или типа ебаная работа я никогда в жизни не работал ну как бы работал но по чуть-чуть но всегда стремился не работать я всегда знал что я буду богат я всегда знал что у меня все будет я всегда знал что я буду счастливым человеком корректор нужно размешать чтобы он был однородным поэтому факворк я немного сменил место локации потому что я уже больше часа отдирая этот логотип как вы видите с этим не получилось ацетон просто разъел его и впитал еще больше в ткани в итоге я уже испортил две кепки резину я вроде бы уже сдер остались остатки клей я его удалю потом ацетоном а сейчас я пытаюсь избавиться от катышек немножко побрею в кепку потому что когда я сдирал ногтем появились катышки чем я блять занимаюсь брею кепку ну а теперь остатки клея я буду удалять ацетоном ну что ж более двух часов я на это все потратил и мой труд не был напрасен и я полностью избавился от логотипа почти нет следа и меня это радует я как настоящий модельер лекала обвожу мылом я помню это еще с детства мне мама показывал вот такая вот надпись должна получиться это долго я отдирал что теперь запороть будет крайне обидно кажется в этот раз получилось хорошо я буду в этой кепке теперь постоянно ходить это моя личная кепка а